Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Матфея 15 глава 1-2 стих Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят Зачем ученики твои приступают к преданию старцев? Ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб. Толкование блаженного Феофилакта Хотя книжники и фарисеи были во всех местах иудеи, но иерусалимские пользовались большей частью. Они-то особенно были завистливы, как люди более других честолюбивые. Иудеи по древнему преданию имели обычный не есть неумытыми руками. Видя теперь, что ученики нарушают это предание, Книжники и фарисеи подумали, что они презирают старцев. Ну, чем выше занимает пост, тем завистливее. Это так. Особенно вот я был в Москве, и встречались со священниками. Да кто ты такой? Да не кто я такой кто-то. Это что ты нас учишь? Прямо вот как. А начинаешь говорить, там ничего нету. Давай дальше. Матфея 15 глава, 3-й, по 6-й стих. Он же сказал им в ответ, Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал почитать отца и мать, и злословище отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, Если кто скажет отцу или матери дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Толкование. Фарисеи обвиняли учеников за то, что они приступали с заповедь старцев. А Христос обличает их самих в нарушении заповедей Божией. Ибо они учили, что дети ничего не обязаны давать родителям, а должны положить, что имеют сокровищницу храма. В храме находилась кружка, в которую усердствующие делали вклады, и которая называлась Газа. А сокровище, собиравшееся в ней, раздавалось бедным. Таким образом, фарисеи, внушая детям ничего не давать родителям, а полагать, что могут в казнохранилище храма, учили говорить отцу или матери так, То, чем ты хочешь воспользоваться от меня, поступило в дар, то есть посвящено Богу. И так книжники делились с детьми имение их, а родители оставались на старости лет без пропитания. Так же поступали и взаимодавцы. Если кто-нибудь из них давал взаимы деньги, а должник потом оказывался неисправным и не отдавал долга, то говорил взаимодавцу, То, чем я тебе должен, есть карван, то есть дар, посвященный Богу. Таким образом, должник, взявши взаимы деньги, делался должником Божиим, и по неволе отдавал долг, который книжники принимали от него. Так фарисеи и цемеры поступали и учили детей презирать родителей, и через то нарушали заповедь Божию. И сколько можно всяких уловок сделать. Это и сегодня точно так же. Где не посмотришь, ну прямо заповедь гласит, вот начинает вилять, ну нет торговли, запрещена в храме. Да мы вот это делали, да мы же для Бога. Карван, везде карван этот сегодня есть. Ну не положено это. Ну я ради Бога. Я в Москве был, старики там поют, бритые все говорят, зачем мы бородые бреть? Ну как, на работе мы бываем, радиоактивность какая-то, радиоактивность, что-то пыль какая-то, вы бы давно умерли. Ну борода, если она, есть пыль какая-то, если я стряхнула, никакой заботы не было. Ты скоблишься каждый день. Вышли на, там, кладбище, на кладбище Данилова монастырь, стоят, курят. И обязательно обвиняю, какое-то, и объяснение этому, гнилые подпорки, я так называю это. И здесь точно так же. А ты брал деньги, отдай, без процентов, конечно, никаких процентов не должно быть. Родители должны кормить, пойти с удовольствием, с радостью, ибо скорбеть будешь. А вот такое жестокосердие, что, ну, не заботился о родителях, ты проклят, проклят у тебя, ничего не будет. У нас вон дом тут сгорел у Одни. У них живет старик, а у него бабка, он даже старше меня. Он пошел в магазин за хлебом, а она дома была. Приходит она уже мертва, ее зарезали. Ну, видно, какой-то наркоман. Зашел, у нее там денег, рублей 70 было. А тут получилось, сосед пьяница, там что-то не выключил, и дом загорелся. Ну, мы увидели, звонили, приехала там пожарка, потушили. И вот этот старик ее, у него тоже пострадал, крыша сгорела там. Он в течение одного месяца все сделал. Я спрашиваю, а сколько обошлось? Говорит, да 150 тысяч, наверное. Железом покрыто, все закрасил, ничего нет. А сосед здоровый, ну, нормальный мужик, работает на работе, все, что-то работу меняет. И вот на крыше сейчас у него уже растет трава и деревья уже выросли. А пьяницы приходят, все время выпивают с ним, у него банька такая, худенькая, и он в ней там спасается. Ну, видимо, не замерзает где-то. Ничего не делает. Оторванные доски валяются где-то. Ну, вот, пожалуйста, карван. А он этот, пьячушка-то, меня как-то спрашивал, у меня мать заболела, параличом разбила, мне ее, может, сдать надо в дом инвалидов-то. Я говорю, что ты делаешь? Это твоя мать. И ты в силах можешь нанять кого-то и ухаживать. Я думаю, вот за это вот, а она вскоре умерла. У него ничего нету, абсолютно ничего нету. Ну, только обозлиться, когда может. Я говорю, подошел, а к вам можно. А зачем, я говорю, к нам? Ну, вот я хочу. Ну, он храм открытый, иди молись. Я ему пытался книги дать, приглашать на занятия в университете, ему ничего не надо. Вот у меня еще один знакомый, и такая у него дома, конетель, он пьяница. Почему? Я знаю, он грубо обращался с матерью, с родителями. Я еще знал одного баптистского пресвитера Саблина, Яков Федорович. Вот. И он долго жил, 90 с лишним лет, и говорил, будешь договорить на земле, чти родители, но я не скажу, что я особо чтил. А почему я долго живу? Ну, Бог покаяния твоего ждет. Покаясь. Он отступником взялся. Давай брошюру писать, правда, об изнанке баптизма. Помню, была где-то. Я к нему пришел, разговаривать не мог. Он как запел, мне показалось, падший ангел. Он был хороший проповедник. Огурцова знал там все, какие были тогда, Рябошапка, кажется. Ну, из своих там где-то. Хорошие люди тоже. У меня просто слезы. Текли, я ушел в другую комнату, встал на колени и плакал. Я видел его как в аду. Я говорю, покайся ты, обратись. Вот везде все этот карман обманывали, а теперь прохладился карман. Матфея 15, глава с 7 по 9 стих. Лицемеры, хорошо пророчествовал вас Исаия, говоря, приближаются ко мне люди си устами своими и чтут меня языком. Сердце же далеко отстоит от меня, но четно чтут меня, учая учениям, заповедям человеческим. Толкование. Словами Исаия показывает, что их отцы в отношении к отцу его были такими же, каковы они в отношении к нему. Ибо будучи лукавы и лукавыми делами, делами удаляя себя от Бога, они только устами произносили Слово Божие. Так напрасно чтут Бога и почитают себя чтителями Его те, кои бесславят Его делами лукавыми. Лукавят, это и понятно, что лукавят. Лукавый человек, вот как лук, от слова лук изогнутый. Лукавым называется сам дьявол. Никогда не надо хитрить, лукавить, придумать, прямо сказал, да разве так можно жить, только так и нужно жить. Никогда не бояться. Лучше промолчать. Да, лучше промолчать. Говорит, мало кто обозревает свой язык. Промолчи. Но вы не молчите. Я очень много молчу, но если я где-то говорю, у меня должны быть веские причины для того, чтобы не промолчать. Потому что этот момент не повторится, человек погибнет и я просто обязан ему это сказать. какие-то извинения там правила нарушает евангельские. Я говорю, когда на дороге едет машина, почему когда останавливает там полицейские, ГИБДД, это ГАИ, почему никто не оправдывается? Он тебе что следует сделает там. И отнимет, и оштрафует, и превышена скорость. Вопросов нет. Особенно, говорит, там в Скандинавии там сурово карает. Там речь идет о нескольких окладах. Ну вот и все. И ты там не споришь, присматриваешься, соблюдаешь правила, знаки. Здесь Евангелие написано. Щи отца и мать. Трудно ли это? Давай. Матфея 15 глава, 10-11 стих. И призвав народ, сказал им, слушайте и разумейте. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Толкование. С фарисеями, как неисцелимыми, уже не хочет более говорить, но с народом. А если пища не оскверняет, то тем более вкушение ее неумытыми руками. Ибо только душа человека оскверняется, когда он говорит, чего не должно. И этим Господь указывает на фарисеев, осквернявших себя своими завистливыми речами. Заметь его премудрость. Он не дает правила вкушать пищу неумытыми руками и не запрещает, а научает совсем другому, именно не выносить из сердца худых речей. Ну тут понятно. Удержи язык своя зла и уста от лукавых речей, если хочешь видеть неблаги. Матвея 15 глава 12 стих. Тогда ученики его, приступив, сказали ему, знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились? Толкование. Ученики говорят, что фарисеи соблазнились, но они и сами смутились. Это видно из того, что Петр подходит и спрашивает о себе. Итак, услышав, что фарисеи соблазнились, Иисус говорит. Дальше? Да, ну что дальше говорит, я слушаю. Матвея 15 глава 13 14 стих. Он же сказал в ответ, всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Оставьте их, оставьте их, они слепые вожди слепых, а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Толкование. Говорит об искоренении преданий старческих и заповедей иудейских, а не закона, как думают манихеи, ибо закон есть насаждение Божие, а потому Христос не говорит, чтобы он искоренился. Корень его, то есть сокровенный дух остается, а падает только листья, то есть видимая буква. И мы поднимаем закон не по букве слова, а по духу. Научаемся, что когда кто добровольно соблазняется и остается неизлечимым, для того это вредно, а нам не приносит вреда. Слепыми учителями слепых называет их Господь для того, чтобы отвлечь от них народ. Вот это соблазнение, а то будет на соблазнение, надо же посмотреть на соблазнение или нет. Какой ему в этом соблазн? А то на это смотреть вообще будешь сидеть молчать и ничего не будешь делать. А соблазнялись во Христе, в апостолах. Как так? Все оставить, все куда-то идти, оставили закон Моисеев, ну понятно, они держались крепко. На это не надо смотреть. Если он предназначен для Царствия Божия, кого предопределил, тех предузнал определенно, это не предопределенное. Тогда отойди от него. А если он не обратился? Он не обратится, он прописан в другом месте. Один с левой стороны должен быть, другой с правой. Он не избранный, и ему разницы никакой нет. христос христос все заговор заговорили, это же люди пишут романы проклятый Сталин, людоед, а до этого кричали Хайм Гитлер. Ну что, надо было в то время еще говорить. Матфея 15 любодеяние, кражи, лжесвидетельства, хуление, это оскверняет человека, а есть неумытыми руками не оскверняет человека. Толкование. Петр знал, что закон запрещает употреблять в пищу все без разбора, но боясь сказать Иисусу «Твои слова можно есть все и не оскверняться противозаконной и соблазнительной», показывает вид, что не понимает его и предлагает вопрос. Спаситель обличает учеников и укоряет за неразумие или потому, что они соблазнялись, или потому, что не понимали того, что он сказал. «Пища не остается внутри, но выходит и потому нисколько не оскверняет души человека, так как не задерживается внутри, напротив, помыслы рождаются и остаются внутри, а выходя наружу производят неприличные действия и оскверняют ими внутреннего человека. Так блудный помысл оставает в душе сквернить человека, а переходя в дело не только оскверняет его, но и доводит до погибели». Ну, все объяснил, тут ничего не надо добавлять. Матфея 15, глава 21 по 24 стих. И выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина Хананьянка, выйдя из тех мест, кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется!» Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, спросили его, «Отпусти ее, потому что кричит за нами!» Он же сказал ответ, «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Толкование. Он перешел к язычникам, так как видел, что фарисеи не принимают учения его обрашенных. Почему Хананьянка говорит, «Помилуй меня, а не дочь мою?» Потому что та была бесчувственна. Но Господь не отвечает ей ни слова. Не потому, что презирал ее, а потому, что желал показать, что пришел прежде для иудеев, дабы предотвратить клеветы их, и дабы впоследствии они не сказали, что он благодетельствовал язычником, а не им. С тем вместе он желал показать твердую веру всей женщины». Надо все учитывать, обстановка, какие люди, кому отдать предпочтение. Но учиться этому можно, если будешь все время с опытным человеком. Не сидеть на месте, опыты приходят, аппетит во время еды. Мы как-то не знали, какая обстановка, теперь проехали и другим даем уже советы. А себе сидели-то на месте бы, но ничего не знали, ничего бы не было и ничего бы не сдвинулось. вот так. Матфея 15 глава с 25 по 27 стих. А она, подойдя к Ланесиму и говорила «Господи, помоги мне!» Он же сказал в ответ «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господьих». Толкование «Когда же Христос назвал ее псом, так как язычники вели нечистую жизнь и осквернялись идольскую кровью, а иудеев назвал чадами, хотя они являлись после чадами и хидны, то она разумна и весьма мудро отвечает «Хотя я и пес и недостойно принять хлеб, то есть какую-либо силу благодати и особенное знамение, но не лиши меня сего, для твоей силы это маловажно, а для меня весьма важно. Не лиши меня только крупиц, которые для идущих хлеб не важны, а для псов важны, ибо они питаются ими». Матфея 15 глава 28 стих «Тогда Иисус сказал ей в ответ «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Толкование «Теперь Иисус открыл причину, по которой он откладывал в начале исцеления, и нам, если захотим, нет препятствия получить желаемое, когда имеем веру». Примет здесь, что хотя и святые просят за нас, как за эту женщину, апостолы, но получаем наипаче тогда, когда сами за себя просим. Эта хананьянка служит знаком церкви из язычников, ибо язычники, прежде отверженные, после привлечены в число сынов и удостоенных хлеба, то есть тела Господня. Напротив, иудеи, сделавшись псами, стали питаться крупицами, то есть малую и скудную пищу, буквою. Тир означает удержание, седон ловцов, а хананьяи, уготованное смирением. Итак, язычники, которые прежде заражены были злобою и имели у себя ловцами душ демонов, приготовлены были смирением, тогда как правильные приготовились высотой Царствия Божия. Разбор слов и их значения тоже имеет смысл. Что он означает? Ну, не поделировать на этом. Вот название у язычников оно тоже имеет название. Я был в Абакане, но Абакан. Слово маленькое, а три А. Я спрашиваю, никто не знает в библиотеке. Одна говорит, вот зайдите тут, она как раз хакаска там работает, туинка ли, она говорит, это медвежья кровь, по-туински там. Все понятно. С чего ради медвежья кровь, и она дает такой оттиск на весь город, на старых, на малых, то и медведя в глаза не видел. Но почему? В город Орел признаем, а там никаких орлов нету. Но в то время она махнула старец и говорит, смотри, Орел, и так решили назвать Орел. Чудили. А сегодня имена-то не знает. Я когда в школах вел занятия, дети очень любят вот это, его касается конкретно, что означает это слово, а дальше он не идет. Но он узнал, запомнил, а вот тут и забыл опять. Ты должен соответствовать, если это возможно, тому, кто первый носил это имя, быть достойным его. Георгий не просто Гоша, Георгий Жуков, а Георгий Победоносец. Вот смотри на его жизнь. Кто первый был такой-то, ну вот ему и подражай. Есть имена такие, как Владимир, Владимир, а есть Ванифати, Ванифати ни одного не встретишь, а Володик на каждом шагу, даже рядом сидит. Ну и точно так в женском роде. Знание, смысл, перевод успокаивает человека. Вот хочешь назвать, узнаешь, что оно означает. Я как-то книгу первую издавал, книга стихов, ну и ко всем обратился, ваше предложение напишите. Одна сестра 26, кажется, название дала мне стихов, какие возможны. Другие там поменьше, но много было. Я ни одного не мог взять. То есть они не отражают той самой сути, о чем и как здесь написано. А при том, с какой-то претенциозностью, каким-то вызовом бывает. А мне хочется так, чтобы это было сказано в спокойной обстановке в именителем падеже. И наконец я сам принял это решение назвать церковь пониже свобода, а еще ниже тюрьма. Попробую по-другому скомпоновали так. Не получается, тюрьма должна быть внизу. Ну и так согласился я с этим советниками. Да. Матфея 15, глава с 19 по 31 стих. Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому, и, взойдя на гору, сел там, и приступило к нему множество народа, имея с собой хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым. И он исслил их, так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими, и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева. Толкование. Взойди и ты на гору добродетели и заповеди Христовых, где восседает Господь. И слеп ли ты, и не в состоянии сам с собой видеть доброе, хром ли ты, и не в состоянии прийти к нему, глух ли ты, и нем, так что не способен не слушать наставления другого, не сам наставлять других, или рука у тебя согнута, и ты не в силах протянуть ее для подаяния милостыни, или ты одержил какую-либо другую болезнью, припади к ногам Иисусовым, коснись следов его жизни и получишь исцеление. Органы даны нам, а что пальцы? Пальцы не хотят печатать, сегодня на интернете работают бабушки, за несколько дней можно освоить, тут кнопки нажимать. Я говорю, парнокопытное животное, любое могло бы освоить компьютер, ну просто, ну там каких-то в одноклассниках, там ничего не надо. Вот она идет подругу и радуется, по-настоящему работать, узнавать, ремонтировать, тут большие знания нужны были, большие, там антивирусники ставить, ну так пальцы у тебя есть, ты и работай, трудись, рука есть, черная засохла, ты никогда не дает, по крайней мере хоть учись обороняться там или что-то, что тебе нравится-то? Дальше. Матфея 15, глава 32, 33 стих. Иисус же, призвав учеников свои, сказал им, жаль мне народа, что уже три дня находятся при мне и нечего им есть, отпустить же их неевшим не хочу, чтобы не ослабели в дороге. И говорят ему ученики его, откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа? Толкование. Народ, хотя и алкал, но не смел просить хлеба, пришедший за исцелением. Посему он, по человеколюбию, сам заботится о людях. А дабы кто не сказал, что они имеют при себе естественные припасы, Иисус говорит, они уже три дня при мне, то есть если и были у них припасы уже истрачены. И это, говорит он, ученикам, дабы расположить их, сказать ему, ты можешь напитать и этих людей, как насытил пять тысяч, но ученики и были еще неразумны. неразумие заключается в непризнании, в упорстве. А если просто так принимали, да так, я согласен, тем более накормили, никаких возражений-то нет. А возражения какие? Только по ненависти, по злобе, по зависти. Вот есть люди немирные, настолько немирные, что даже сомневаешься, он сам с собой там мирен или нет. А вот он сказал где-то что-то припоминает, зачем тебе это надо, у тебя кишечник работает неправильно, у тебя соки пойдут другим путем. Да как, поговорка есть такая, наплевать да забыть. И весь сказ. Еще? Матфея 15, глава с 34 по 39 стих. Говорит им Иисус, сколько у вас хлебов? Они же сказали, семь и немного рыбок. Тогда велел народу возле лечь на землю и взяв семь хлебов и рыбы воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики народу. И ели все и насытились, и набрали оставшихся кусков семь корзин полных, а евших было четыре тысячи человек, кроме женщин и детей. И отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские. Толкование. Чтоб научить всех смирению, повелевает народу возлечь на земле. А дабы научить, что прежде принятия пищи нужно благодарить Бога, он сам благодарит, преломляя хлеб. Иисус уходит, потому что ни одно чудо не приобретало ему столько последователей, как умножение хлебов. По словам Иоанна, его хотели в это время сделать даже царем. посему желая научить нас убегать в тщеславие, он удаляется. Все понятно. Закончилась 15 глава. Давай, вот что есть надо, посмотри. Покажи, я все определяю, что было, что не было. Вот так. у нас вот каждый раз я говорю, что есть это ценно трехтомник Нового Завета толкования Блаженного Фафилакта. Апокалипсиса Андрея Кисарика Падокийского по всем святым отцам отец Геннадий Фас взял. Это вот изданный нами был Новый Завет по 752 странице. Ну, просто показать, как видишь, Господь изгоняет торгашей. Это на мелованной бумаге репродукция с гравюр Густава Дары мы сами их раскрасили. И еще похвалиться тем, что Господь нас наградил вот таким сокровищем. Православный видеоканал открытым оком во свете Библии. Вот вот где. Просто зарядите Игнатий Лапкин YouTube. Это даже двух слов будет достаточно. Есть у нас живой журнал. Точно так же зарядите. Вот. Есть у нас сайт 3W к истине 1. народ. Игнатий Лапкин православный форум Игнатия Лапкина. Если ткнешь, сразу переходишь на форум. Уже зажгли мы на форум. Православный форум Игнатия Лапкина. Вот у меня большая здесь тема идет все время. Это в моем мире. Мой мир я считаю это лучшая система в интернете. Вот. Вот он идет здесь. Просто надо запомнить, что Игнатий Лапкин что-то выбросило. Выбросило. И закладка может поможет где-то. В моем мире да, все, надо заново регистрироваться. Тут почти тысячи, больше тысячи роликов, тысячи фотографий и большие темы обсуждаются. И здесь же вот мы смотрели на сайт вот здесь вот у меня 38 книг мною изданных. Вот здесь вот находятся и Новый Завет вот этот. Желающие, пожалуйста, приходите. Так я занимаюсь сейчас, потороплюсь. Ладно. У меня время прям совсем нет. Вот можешь показать пока что на что именно. так. Вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...